Новый закон о гражданстве Германии эксперты называют настоящей революцией. Главное нововведение – прежнее гражданство можно сохранить. Получить немецкий паспорт можно уже через пять лет легального проживания в стране, признание языка на уровне B1. Раньше было восемь. О признании языка на уровне C1 и особых успехах в интеграции стать гражданином Германии можно уже даже через три года. Это быстрее, чем в любой другой стране Европы. Но о каких именно успехах в интеграции идет речь? Общественно важная работа является таким критерием, говорят юристы. Они будут смотреть на то, что ты можешь. Ну, например, ты работаешь, у тебя крутая работа, ты, например, журналист, или ты ученый, или ты, бог его знает, тренер футбольной команды, и социально полезный тоже, да? Ну, например, какой-нибудь там профессор физики, который сидит у себя в кабинете и вообще с людьми не общается, что он интроверт и сумасшедший. Социально ли он полезен? Ну, может, он вообще социопат, понимаешь? Но с точки зрения его заслуги, да, может, он на Нобелевскую премию пойдет, да, это реально будет там засчитано. Кроме того, особыми успехами в интеграции можно считать и регулярную волонтерскую деятельность, отмечают эксперты. Однако главная проблема сейчас – это время обработки документов. Количество заявок на гражданство уже бьет рекорды. Паспорта сейчас ждут 200 тысяч человек. Ведомства по натурализации перегружены. От подачи заявки до получения гражданства проходят от трех месяцев до трех лет. Несколько улучшилась ситуация в Берлине, где процесс полностью оцифровали, хотя и здесь ожидают паспорта 40 тысяч человек. С сегодняшнего дня, когда закон вступил в силу, ожидается массовый наплыв желающих. Ведь многие давно соответствуют критериям, но не хотели отказываться от первого гражданства. Многие ведомства по натурализации оказались не готовы к такому наплыву. Так, в Кельне вообще прекратили принимать заявки на подачу документов в этом году. Не успокаивает людей и то, что оппозиционный блок ХДС-ХСС угрожает отменить закон в случае прихода к власти на следующих выборах в Бундестаг. Они намечены на осень следующего года. ХДС-ХСС имеет высокие шансы вернуться к власти, поскольку консерваторы заняли на недавних выборах в Европарламент первое место, набрав 30%. Вот что говорят представители блока. ХДС-ХСС отменят эту неудачную реформу. Двойное гражданство должно быть исключением и разрешаться для стран, которые разделяют наши ценности. Новые сроки выдачи гражданства слишком короткие. Недавние демонстрации халифата и разгул исламского экстремизма, зачастую совершаемые людьми с немецкими паспортами, должны стать для всех нас тревожным сигналом. Впрочем, эксперты отмечают, даже если ХДС-ХСС и выиграет следующие выборы, отменить закон будет непросто. Ведь, скорее всего, придется создавать коалицию с кем-то из нынешнего правительства.